Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рады приветствовать тех, кто сегодня участвует в нашей работе, сидя дома и работая с нами через интернет. Сразу им предупреждаем и говорим, что мы рады получить вопросы из эфира по ходу нашего вечера. А вечер наш посвящен выходу в свет вот этой книги. Мне прописываю Остер Викторовича Ланчугова, который вот эту книгу и сегодня нам представит. Прежде чем мы об этой книге будем специально говорить, позвольте я поделюсь с вами радостью держать вот эту книгу в руках. Собственно говоря, книга самого Архимандрита Гавриила, мне правда второе издание, Казанское, 1840-го, в том числе тот самый шестой выпуск или пятый топ, правильно? Шестой дополнение. Который посвящен как раз истории русской философии. Собственно говоря, это, как бы сказать, не употреблю слово Библия, но, видимо, некий базовый текст для историков русской философии. Хотя он и подвергался бесконечными критиками и претензиями, но это первая книга такого рода, такого рода и такого жанра. И еще я подержу руках другую книгу. Это уже книга Василия Иванчугова, уже давняя, 1994-го или 2004-го года. Так что вот уже 21 год, как вышла эта книга, тогда еще молодого исследователя, который посвятил, как и Архимандрит Гавриил, историю русской философии, свое исследование. Это его диссертация. Это его кандидатская. Кандидатская. Он по ней защищал. Кандидатская диссертация. Тогда это были благословенные времена, когда еще можно было по книжке защищать. Сейчас уже невозможно. Ну, выскажу свое мнение, я думаю, что эта книга дороже многих диссертаций, которые тогда защищались, и даже докторских. И уж еще одну от себя реплику. На мой взгляд, самые ценные, самые интересные даже не те материалы, какие Василий Викторович тогда привел в этой книге, а вот эти удивительно точные и правильно, в правильных местах расставленные экскурсы в русский язык, в ту область, где как раз и прослеживалось становление русской философской терминологии, русского философского языка. И вот здесь, кажется, можно найти много попросту пионерских наблюдений и доходов, которые еще до сих пор наветы и не освоят. Но это скорее эврика. Это скорее то, что можно сказать, вопрос на будущее. А сегодня у нас тема вполне определенная. Василий Викторович, позвольте представить Вам слово и порадоваться выходом этой книги. Хорошо, спасибо. Добрый день, коллеги, те, кто в реале, те, кто в виртуале присутствуют. Надеюсь, сегодня у нас как раз регионы получили возможность пообщаться со мной. Надеюсь, что и в Казани сейчас наблюдают, смотрят и слушают, что книга уже там тоже. Я точно знаю, что она там и прочитана. Но прежде всего хотел бы выразить благодарность Дома Осева, предоставившему мне возможность выступить перед читателями. Это, в общем-то, первое выступление. И я не буду пересказывать о содержании книги, какие-то основные положения. Это лучше и эффективнее сделать, прочитав, собственно, эту книгу. Моя задача – обозначить некие контексты. В книге много, в этом тексте, так сказать, много сил отдавал созданию контекста для адекватного восприятия текстов. Но сегодня мое выступление тоже будет своего рода таким мета-контекстом. Обозначить какие-то моменты, особенности, ходы, мысли, которые не всегда можно выразить в книге. Прежде всего, поэтому будет небольшое выступление, после которого я с удовольствием могу выслушать ваши вопросы, ответить на ваши вопросы. Стойте. А может, под эту, чтобы дал так. Пока не забыл, если здесь, так сказать, Ветхий Завет, История Русской Философии, то Новый Завет. Итак, прежде всего, я хотел бы ответить, не прозвучавший, но явно, так сказать, вопрос, которым вы задаетесь, зачем я это делал. Степень доктора есть, в общем-то, можно как бы расслабиться и отделываться мелкими статейками ваковского формата, выполнять норматив, а не тратить силы на книги. Тем более представители такого традиционного академического поколения прекрасно понимают, как трудно работать над книгой. Над книгой не для отписки, не для отчетности, не для защиты, когда книга является таким неким вариантом отчетности, а просто, вот так сказать, из любви к искусству. И я много сил потратил на литературную отделку, чтобы, так сказать, читателя вести, чтобы читатель получал некое удовольствие. Удовольствие читателя меня, конечно, занимало, этому отдало тоже много времени, чтобы позволить, так сказать, тем самым дать ему усвоить колоссальный объем эмпирического материала, который там содержится, привести, подвести к смене ракурса. Поскольку те, кто прочитает книгу внимательно, непредвзято заметят, что там, в общем-то, какие-то акценты смещаются, меняется оптика. Что у нас на данный момент история философии русской слишком зашлифована. Здесь много лакировки, сияния, блеска. И вот эти, так сказать, созданы стереотипы, сформированы стереотипы, которые кочуют из одной работы в другую, какие-то схемы устоявшись, которые, на самом деле, не всегда, часто вообще не соответствуют действительности. И отвечая, опять же, на вопрос, зачем я стал работать над этой книгой, ну, просто, так сказать, с иронией, конечно, ну, несколько высокопарно, ну, скажу, чтобы смыть пятно национального позора с нас. Дело в том, что книга написана в 1840 году, я имею в виду историю русской философии Архимандрита Гавриила, прошло 170 лет более, и ни одной книги относительно, ни одной вообще даже серьезной работы относительно Архимандрита Гавриила написано не было. Мы гордимся Архимандритом Гавриила, мы говорим, вот наше национальное достояние, автор первой в России, да и в мире, историей русской философии. Но все статьи сводятся к перебору таких положительных эпитетов, какой он был добрый, замечательный, какие-то цитаты приводятся вырванные из контекста, восторги там, где вообще, в общем-то, восторгаться нечем, а следует, в общем-то, ругать Архимандрита Гавриила, равно как и наоборот. И у нас, конечно, сформировалось такое большое сообщество тех, кто пребывает в экстазе, в восторге от Архимандрита Гавриила, в лучшем случае прочитав его историю русской философии, не более того, ну, и несколько энциклопедических статей. Ну, и тех, кто, так сказать, язвительно кривит ротик вслед за шпетом, так сказать, снисходительно относясь к тем, так сказать, домыслам, которые содержатся у Архимандрита Гавриила. И так я все-таки взялся и сделал, наконец, так сказать, надеюсь, смыл это пятно национального позора, пренебрежения к автору, нежелания, в общем-то, разобраться, а почему, вот почему появилось, настал момент, что когда-то вдруг появилась история русской философии. Вот этот первый акт, уникальный акт, что его заставило, в то время как никому в голову не приходило этим заниматься. И сразу, несколько забегая вперед, скажу, что первое время общественность была совершенно растеряна, практически никакой реакции на выход в историю русской философии Архимандрита, говорил, что это был полный курьез. Люди не знали, как реагировать, серьезно, шутить, ругать, откуда это, зачем, что и как. Это состояние шока долгое время продолжалось. Мне пришлось поработать с архивными материалами. Здесь еще раз пользуюсь возможностью, выражаю признательность коллегам из Казанского университета, которые обеспечили, дали мне такую прекрасную возможность получить в таком большом объеме архивные материалы. Здесь, в Москве, в Румянцевском, соответственно, в Румянцевской библиотеке, отделе, точнее, рукописи поработал. И, конечно, получил удовольствие, когда, скажем так, приносили мне стопку ведомости из Московской славяно-греко-латинской академии, учет записи студентов 1804 года, оценки, отметки, пояснения, что и как. Это погружение в дух эпохи. У нас, конечно, архивная работа чрезвычайно... Точнее, собственно, нет архивной работы. Все сводится к пересказыванию, как правило, изданных текстов. И когда получаешь архивный материал, видишь, что это второй лишь записавшийся на это. И не факт, что первый, кто взял это, работал. Поэтому, если мы освоим все архивные материалы, это будет, конечно, колоссальная, радикальная смена картинки, по крайней мере, истории русской философии XIX века. Здесь много мифов, недоработок, пробелов. И, в общем-то, тут работать и работать. Я бы вообще на 10 лет установил мораторий, запрещающий появление в жанре истории философии, работы без использования хотя бы на 30% архивных материалов. Просто-напросто не пускал бы в аспирантуру и в докторантуру тем более. Потому что, чтобы прекратить заниматься мифотворчеством. Итак, чем интересен архимандрит Гавриил? Ну, он интересен, и так, и несколько такой зарисовочку, просто такой штришок обозначу. Ну, например, далеко не все даже толстоведы, специалисты по толстому знают, что когда Лев Толстой был студентом Казанского университета, лекции ему читал архимандрит Гавриил по философии и богословию. Ну, студентом Лев Толстой был чрезвычайно плохим, отчисленным потом за академическую неуспеваемость. Но, тем не менее, вот, так сказать, точки соприкосновения, архимандрит Гавриил как один из преподавателей в университете Льва Толстого. Далее, например, когда Николай I посещал Казань с инспекцией, своеобразным гидом выступал для него, тоже архимандрит Гавриил, рассказывал о памятнике, пермедальном памятнике знаменитом Казанском. А ранее, во время коронации Николая I, архимандрит говорил, обращался с речью к нему от Орловской епархии, возглавлял от лица Орловской епархии. То есть это уже как бы два штришка показывает, в общем-то, включенность Льва, включенность архимандрита Гавриила в политические и другие процессы, в общем-то, достаточно, так сказать, значимую фигуру. Архимандрит Гавриил, если так выразиться просто, скажем так, участвовал вполне сознательно в том, что сегодня принято называть консервативный поворот. Дело в том, что архимандрит Гавриил захватил две эпохи, Александровского Александра I и Николая I, эпоху либеральных, так сказать, мечтаний и преобразований, фантазий, неких, так сказать, экспериментов по поводу христианства и системы образования, реформа высшего светского и духовного образования. Но здесь еще архимандрит говорил, конечно, не проявил себя, а проявил себя в полной мере уже в эпоху Николая, вот этого консервативного поворота. Что такое Николай I? Николай I – это исправление ошибок Александра I, который, я, конечно, утрирую, опуская многие моменты, говорю несколько, так сказать, на уровне таких слоганов, который, так сказать, чуть бы вы не потерял Россию. Вот это восстание декабристов, так сказать, вот это некая метафора, некий такой символ, некое вот событие, свидетельство о том, что мы могли потерять Россию. И задача Николая I была, так сказать, укрепить, закрепить, не дать развалиться империи. И после восстания декабристов правительством принимается ряд мер, и прежде всего в системе образования, поскольку вот эти, так сказать, социальные волнения, вот эти мечтания и, так сказать, возможность утраты Российской империи были обусловлены, подготовлены, как считали в то время, упущениями в системе образования, что система образования потеряла национальный формат, начальное образование, среднее, выше, готовят людей, готовят людей грамотных, но не патриотичных. Я там разбираю два термина, очень интересных, показательных для той эпохи и для Архимандрита Гаврилова, как деятеля университетской системы подготовки кадров. Образованные и просвещенные. Образованные и просвещенные. Что вот образованные, образованные, в общем-то, достаточно, опасно для государства готовить просто образованных людей, поскольку у них нет четкой, так сказать, системы координата привязанности к национальным ценностям, они в силу тех или иных причин могут, так сказать, отклониться в сторону и работать, в общем-то, так сказать, против государства. А вот просвещение, поэтому у нас и соответствующий термин был Министерство народного просвещения. Не образование, а просвещение. Так вот, просвещение подразумевает готовить образованных людей, специалистов, квалифицированные кадры, но привнесение, так сказать, облаготворение, предание вот этой образованности твоей некой направленности, что ты все, то искусство, все те знания, которыми тебя научило, обучило государство, направляешь на службу своему государству, а не против него. Поэтому вот истинный просвещенный, он образованный, грамотный, но всегда патриот, всегда будет работать на свое отечество. И как раз вот перед университетами ставится такая задача, готовить не просто образованных людей, а просвещенных людей. И университет воспринимается как важное ключевое звено в подготовке служителей государства, те, кто будут служить посредством системы образования своему государству, преданных, верных, патриотичных. Соответственно, запускается вот эта знаменитая Уваровская триада православия, самодержавие, народность. Выстраивается очень четкая такая вертикаль власти в то время и вертикаль, так сказать, трансляции ценностей. Под эту триаду, так сказать, переформатируется учебный процесс, учебные планы. И чтобы не было впредь декабристов и им подобных, университеты должны как раз работать над подготовкой просвещенных людей, патриотичных. И как раз в эпоху Николая Первого, наконец-то даже при дворе, во время богослужения начинает звучать русская речь, Евангелие начинают читать не на французском, а все-таки пытаться, хоть и ломанно, криво понимая, все-таки на русском. Представители высшего света выходят в русских нарядах, жена Николая, затем дочери. То есть начинает привноситься русский элемент, русская стихия в политику, в геополитику, в систему образования. Выясняется, да, ставятся задачи реформы высшей школы, реформы университетов, готовится новый устав, устав 1835 года. В Казани этот устав вступит в действие в 1837 году, поскольку выяснится, что нет кадров. Большая часть кадров была экспортирована из-за рубежа, как правило, немцы, нет своих практически пособий. В лучшем случае это просто переводные пособия, опять же, все зарубежные. Осознание кризиса национальных кадров практически нет. Те, что есть, убогие и смешные просто-напросто. Пособий соответствующих нет. Не смогли даже в Казанском университете сразу ввести в действие новый устав, некому вводить. То есть как бы людишки-то какие-то есть, но они не дееспособны просто-напросто. Поэтому пришлось дать еще два года, чтобы как-то более-менее проделать ряд каких-то действий, усилий в этом направлении. И вот тут наступает звездный час для Архимандрита Гаврила, поскольку, так сказать, оказывается на безребе, так сказать, рыбой. Дело в том, что кафедра философии не имела соответствующих кадров. А у Архимандрита Гаврила была степень магистра богословия. Ну, соответственно, в то время духовно-академическое образование подразумевало у вас прохождение относительно хорошего философского курса. Поэтому пришлось кого-то выгнать, кого-то перевести на другие кафедры. А Архимандрит Гаврил занимает кафедру философии и богословия и начинает читать студентам соответствующие курсы. И перед ним, и вот, кстати, один из первых с этим справляется, почему появляется четырехтомная история всемирной философии с двумя дополнениями. Пятое дополнение – это восточная философия, шестое дополнение – русская философия. Архимандрит говорил как раз и готовил новое издание, компенсируя отсутствие нормальных изданий по истории философии. Так сказать, попытка создания некого такого отечественного продукта, отечественной версии всемирной философии. Поэтому здесь опять мы замечаем значимость Архимандрита Гаврилова, что почему появилось это шеститомное собрание сочинений, именно в ходе реформ для подготовки отечественных учебных пособий. Ну, самым уникальным, конечно, явилось то, что появляется вот именно пятый еще, пятый том еще, в общем-то, относительно понятен восточная философия. Там рассматривается преимущественно индийская философия и китайская, а отсутствие арабская при этом философия. При всем том, что Архимандрит Гаврил находится в городе, так сказать, с двумя, двухконфессиональным, христианские, христиане и мусульмане. Все-таки Казань насыщена была мусульманами, но это арабская философия, мусульманская философия здесь отсутствует, как это ни странно. Любоподивительно было появление вот именно шестого тома, или, так сказать, второго прибавления к четырехтомному собранию сочинений «Русская философия». Дело в том, что здесь, так сказать, Архимандрит Гаврил идет, так сказать, последовательно в реализацию вот этой новой установки на усиление национального элемента, на усиление патриотического элемента. Так сказать, без указания сверху берется, так сказать, самостоятельный, так сказать, замысел, предложить еще и историю русской философии, русской мысли, показать, что, в общем-то, мы, да, при помощи вот этого труда, он показывает, что, да, мы знаем, мы вовлечены в философский процесс, но чтобы еще особенно подчеркнуть, выделить, он так создает этот том под названием просто «Русская философия», чтобы показать нашу включенность и, так сказать, длительное присутствие в историко-философском процессе, что мы не новички, а у нас достаточно давняя история. И начинает, предлагает начинать историю русской философии именно с принятия христианства, с принятия христианства. И, что было уже достаточно радикальным шагом на тот момент, и завершает, что было, может быть, не менее радикальным шагом на тот момент, завершает историю русской философии современниками. Современниками. То есть, у него, так сказать, два сильных, два необычных момента, слишком, так сказать, с давних пор и начинает с принятия христианства. Плюс включает еще и современников, даже своих коллег. И несколько изданий показывают, что название труда Архимандрита Гавриила менялось. Русская философия сначала называется, потом История русской философии, контент он не меняет, содержание не меняет, но начинает играть с заголовками. Следующее издание История русской философии, потом еще одно появляется издание История российской философии. Я там рассматриваю, показываю, чем было вызвано метание, поиск новых названий при неизменном содержании. Поэтому, так сказать, Архимандрит, говорил, участвует в этом, так сказать, в консервативном повороте и, по сути, так сказать, оформляет, формирует, собственно, историю русской философии. Ну, как я уже сказал, шаг был достаточно, так сказать, необычным. Сообщество оказалось не готовым к появлению такой работы. Все, в общем-то, были ошарашены и не знали, как, в общем-то, вести себя, как оценить эту работу. Хотя, опять же, я показываю, что уже, так сказать, подходы к этому были. Мысли о необходимости рассуждения о собственной философии, попытка выявить, а кто у нас философы и что в них, собственно, своего. Нет ли здесь просто... Да, это вроде как наш соотечественник, как бы... Точнее, наш соотечественник, работающий на кафедре философии. Но можем ли мы считать его русским философом? Не является ли он просто транслятором немецкой философии? Ну, поскольку на тот момент, когда работает Архимандрит, говорил, такой, так сказать, образцовой философией являлась немецкая философия. Не является лишь он просто ретранслятором немецких идей. Или мы же все же можем говорить, что это российский философ, который, да, при всей вовлеченности, погруженности в немецкую философию привносит что-то в философию еще и свое, особенное, своеобразное, самобытное. Уже подходы к этому были. Вот Архимандрит говорил, как, так сказать, в общем-то, поймал вот этот запрос времени и, так сказать, дает свой вариант, свою версию истории русской философии. Она, конечно, небольшая по объему, небольшая по объему, но здесь хочу обратить внимание еще на один аспект, почему она такая крохотная, небольшая. Мы не должны забывать это, что касается, так сказать, технологий порождения научных продуктов. Архимандрит Гавриил, история русской философии Архимандрита Гавриила все-таки пишется еще гусиным пером. Мы должны понимать, что так слишком много не напишешь. Это вязкая бумага, рыхлая бумага, гусиное перо, которое надо махать. Ты не можешь слишком быстро, слишком много. То есть здесь задан темп, скорость это ограничен. В отличие от Чернышевского и Писарева, который пишут уже стальными перьями, соответственно, вот эта неимоверная скорость, неимоверные объемы. Здесь, так сказать, иной объем, иной контент, иные форматы. Архимандрит, говорю так, пишет медленно в монастырской кельи при сальных светильниках с гусиным пером и рыхлой синеватой бумагой. Поэтому мы должны чувствовать и понимать, так сказать, ритмику и технологическое, так сказать, окружение при создании этого проекта. Поэтому она небольшая по объему. Также мы там обнаружим, по крайней мере, я легко обнаруживаю такой достаточно сильный компелитивный момент, и что дало возможность в свое время Шпету, да и не только ему считать, что там вот Архимандрит говорил, что это там, так сказать, плагиатом занимался. Совсем не так. Дело в том, что компиляция была достаточно распространенной технологией в то время, процедура. В духовных академиях, в университетах компиляция, как такой рабочий момент, и не всегда указывали, так сказать, что они занимаются вот этой компиляцией. Даже у Галича, которого долгое время считали, так сказать, его историю, философию, таким оригинальным трудом, вы найдете, что там процентов 70, если не 90, так сказать, результат вот этой компиляции. Мы тоже... И я пытаюсь показать, так сказать, вот эту технологию порождения текстов в то время, что как... Кто такой... Архимандрит говорил, философствуют, работают на философской кафедре, но формировался там в духовной академии. Сначала в славяно-греко-латинской академии, затем в московской духовной академии, имею в виду реформированную же, которая переехала в Троицу-Сергиевую лавру, и показывала, что как там создавались тексты. И вот это, так сказать, научение тебя, форматирование определенного сознания, которое ты не можешь преодолеть, эти технологии переносишь на другую сферу, и начинаешь действовать в философии, используя те правила и навыки, которые были сформированы в другой среде. Поэтому некоторые моменты, которые неподготовленному читателю кажутся, так сказать, слабыми местами, уязвимыми моментами, такими не являются. Это просто, так сказать, отражение духа. Он не мог перепрыгнуть в каких-то моментах те пределы, те рамки, которые задавало, так сказать, его время, техники порождения текстов. Поэтому действовал вот таким образом. Хотя, конечно, временами он впускался в какие-то вольности, но это, в общем-то, отдельная история. Здесь важен момент вот этого, так сказать, синтеза богословской школы и философской школы. Примечательно, что многократно переиздав русскую философию, Архимандрит, Гавриил, берется за сферу, то, что мы можем назвать философией права, где также пытается привнести вот этот новый взгляд, новый подход и берется за философию права и сдает работу под названием таким, несколько необычным, философия правды, опять же, в рамках подготовки собственно, национальных учебных пособий, поскольку прежние пособия, все, как правило, были, опять же, просто переводные, переводные. А в философии правды он пытается, в общем-то, так сказать, двигаться, так сказать, в формате более адекватном, более приспособленном для российской действительности. И по сути, все его работы как раз являются выполнением того самого, того самого, так сказать, той самой установки, которая задана была в рамках переформатирования высшего образования, чтобы прекратить продуцирование кадров образованных, а выпускать исключительно кадры просвещенные. И вот его все пособия русской философии, философия права, история церковного права, история церкви, все как раз появились как в ответ на этот призыв создавать национальные пособия, позволяющие формировать соответствующих людей, которые уже не допустят событий, явлений, что-то типа декабря 1825 года. Архимандр... Много внимания уделено московской славянно-греко-латинской академии, в реформе духовной школы здесь достаточно, в общем-то, интересного материала, вывод из которого и вот внимательное изучение реформы духовных академий и университетов в то время показывают, что, в общем-то, власти надо и нужно выслушивать, так сказать, мнение академического сообщества, но не идти на поводу сообщества. Невозможно делать реформы, пытаясь угодить всем. Всегда будут недовольны, пострадавшие, но это неизбежный, так сказать, результат, поэтому здесь нужна сила, воля, только тогда можно действительно делать какие-то реформы, двигаться в лучшее будущее. И Архимандрит, говорил, как раз, оказался соучастником всех реформ, в том числе и в духовно-академической среде, достаточно много интересного материала. он был студентом славяно-греко-латинской академии, в состоянии, собственно, так сказать, упадка и деградации, студентом уже обновленной Московской духовной академии в Сергиевом Посаде, был преподавателем там и на кафедре философии, и на кафедре богословия, был, так сказать, СО, среди, так сказать, его коллег был знаменитый в последующем, философ Федор Александрович Голубинский и Кутневич, то есть он работал и при Кутневиче, и при Голубинском, и мне удалось разыскать письмо Архимандрита Гавриила к Голубинскому, где он просит присылать материалы о себе, о своей жизни, о своих работах, поскольку он хотел включить его тоже в историю русской философии. Архимандрит Гавриил планировал переиздать русскую философию уже с дополнениями, с изменениями, и в конце содержится обращение, что вот соотечественники присылайте мне материалы, я буду, так сказать, дополнять историю русской философии, вот как раз такое письмо нашел, где он обращался к Голубинскому. Также Архимандрит говорил, работал в Орловской духовной семинарии, там достаточно много интересных было событий, в Могилевской духовной семинарии, там и там на должности ректора и профессора богословия, в Казанской духовной семинарии работал преподавателем законоведения, но большая часть жизни была его связана, духовно-академическая карьера ему не задалась, там есть, содержится объяснение, что и как, и почему. Да, был он еще и... Ленин у нас из какого? Ректором Симбирской академии в течение года, но духовно-академическая карьера ему не задалась, не буду говорить, почему, и вообще у него очень складывались плохо отношения с духовным, с академическим начальством, да и вообще с иерархами. Был достаточно дерзким таким человеком своенравным, ну что, как и почему, объяснять, в общем-то, не буду, тут достаточно... Из-за чего, собственно, пострадал и был сослан фактически ссылку в Иркутскую епархию, в самый захудалый монастырь, где на тот момент всего было три монаха, в общем-то, это говорит, так сказать, о состоянии этого монастыря, будучи при этом уже больным, по сибирскому тракту практически полтора месяца добираться. Вот именно за свою строптивость, так сказать, и правду, говорить, так сказать, правду, в общем-то, существенно страдал. Ну, вот в университете у него дела складывались хорошо, все студенты его любили, ну, там, поясняю, почему, чем была вызвана эта любовь, тоже с такой особенностью, своеобразием архимандрита Гавриила. Но книга моя, цель и задача этой книги взять жизнь конкретного человека, взять жизнь архимандрита Гавриила от рождения и до смерти, и рассматривать эту жизнь этап за этапом, поступления в семинары, перемещения, оценки, экзамены и прочие-прочие жизненные повороты при помощи вот этой биографии архимандрита Гавриила показать историко-философские процессы. Потому что это не Жезел, это не рассказ, это не биография просто, а некий кейс, некий конкретный случай, конкретный повод через, сквозь Гавриила показать русскую русскую философию, что, как происходило, что мог архимандрит Гавриил сделать, а что в принципе не мог. Поэтому здесь сквозь помощь архимандрита Гавриила рассказать, показать особенности русской философии равно, как и наоборот. Поэтому у меня много внимания уделяется вот именно университетской философии, духовно-академической философии и, так сказать, неким политическим моментом, политическим нюансом министерской деятельности, поскольку все переплетено, и показать механизм, почему, что, как, почему здесь такая фраза, а не другая, почему вот такой текст, почему он именно в таком формате, почему именно такого объема, а другого ожидать и не стоило. А другого ожидать и не стоило. Поэтому здесь своеобразное введение при помощи биографии Архимандрита говорили, это введение в культуру, философскую культуру XIX века, прежде всего вот именно первой половины XIX века, введение в систему высшего образования того времени, введение в духовно-академическую деятельность. Ну и главная опять же задача моя была такая прагматическая показать, что в общем-то некий повод поговорить о современности. Потому что внимательное чтение книги показывают, что в общем-то мало что изменилось в механизмах функционирования. Поэтому хотите лучше понимать современность, в общем-то стоит внимательно изучить и XIX век. Погружение в актуализация истории для понимания прежде всего нашего времени. Поэтому я делал уход в XIX век, но только именно исключительно ради нашего времени прежде всего объяснить и показать, что происходит у нас. Удалось провести Архимандрита «Святая рождение» и «Святая смерть» и «Святая смерть» и несколько не столь яркого конца жизни, как было прежде. архимандрита удалось показать, что то, что Архимандрит говорил, по сути сконструировал, его русская философия была ответ на заказ. Есть некий социальный заказ, Архимандрит говорил и ответил первым, быстро, своевременно исполняет такой социальный заказ. Ясно, что это некая конструкция достаточно искусственная русская философия, что он как там объясняет. Как это не удивительно, по прошествии какого-то времени, то, что появилось как следствие социального заказа и являлось несколько искусственной конструкцией, вроде бы не соответствующей действительности, вдруг эта работа, вот этот подход, вот эта методология, вот эта периодизация становится нормативной. И последующие работы, последующие исследователи работают в общем-то в формате архимандрита говорила. Да, они привлекают эмпирический материал в большем объеме, используют другие приемы, другие методы, но, как это ни странно, все вынуждены работать в формате архимандрита говорила. Да, чуть изящнее, чуть полнее, но все равно оказалось, что архимандрит говорил, выражаясь, так сказать, языком науки, сформировал парадигму историко-философских исследователей из исследований в России. Вот как изучать русскую философию, как это ни странно оказалось, отформатировал, архимандрит говорил, и в последующем мало что изменилось. Да, конечно, колоссальное, так сказать, различие в эмпирическом материале, в шлифовке материала и прочего, 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 но все было задано архимандритом говорила. Хотя бы изначально это была абсолютно такая искусственная конструкция. Там вообще можно, так сказать, прочитать эту работу в таком постмодернистском ключе, потому что архимандрит говорил вот эти делающие вставки на латыни из различных журнальных, газетных вырезок, такой сконструированный текст, сочетание текстов, а вот это сочетание часто, в общем-то, такое, несколько так, спонтанное, искусственное, тем не менее, дает порождение новых смыслов, формирует какую-то оптику. В этом плане, конечно, то, что появилось как бы случайно оказалось, в общем-то, следствием, оказалось, в последующем оказалось таким нормативным и законодательным. Ну, я также показывал все контакты, взаимодействия архимандрита говорила с современниками, с другими философами, богословами, что из этого случалось, что из этого происходило. и возможно мне удалось все-таки, как бы, надеюсь, возможно, удастся сместить какие-то акценты, сместить внимание исследователей на какие-то зоны, на какие-то персоны, в общем-то, после знакомства с моим трудом, что все-таки оптика поменяется, оптика поменяется, появятся новые интересы, новые темы, новые проблемы, поскольку здесь, так сказать, будет, в общем-то, иная реальность, с которой уже считаться нельзя. Мне, конечно, пришлось погрузиться, здесь это, так сказать, выходит за скобками, но изучая архимандрита говорила, как жителя Казани, как профессора Казанского императорского университета, мне пришлось прочитать практически все газеты того времени, познакомиться со всеми слухами, сплетнями, домыслами, обывателей и академического сообщества того времени, чтобы знать, в какой среде находился архимандрит говорил, я ходил, так сказать, вслед за ним, стоял за его спиной, когда он читал лекции на кафедре, когда он возвращался на своей кляче в монастырь, то есть, вот это, чтобы, так сказать, проникнуться, прочувствовать, почувствовать язык того времени, жить в смысловой среде того времени, в информационном шуме даже, искажениях того времени, но в любом случае, чтобы достичь адекватного понимания и передать это понимание своим коллегам, надеюсь, в общем-то, так сказать, они это заметят. Вот все, в общем-то, что я хотел бы сказать в таком-то в своем в своей преамбуле и готов, в общем-то, выслушать ваши вопросы относительно материала, методологии и прочих каких-то моментов. Я все-таки на правах первого читателя. Я в предисловии хотел бы что-то сказать, поскольку я, да, поскольку я действительно первый читатель этой книги и автор предисловия. Сашмас. А предисловие не случайно называется словами самого Василий все время архимандрит говорил, архимандрит говорил, а он-то на самом деле Василий Николаевич Воскресенский, очень светского духа человека, вообще-то говоря. Архимандрит и настоятель Зеландого монастыря Казанского это одна только ипостась. Почему к нему было постоянно со стороны церковной очень такое ревниво неприятное отношение, потому что он был очень светский человек, посещал и даже анекдоты рассказывал на лекции, это вот зафиксировал двухметрового роста такой человек мощный, мощного телосложения, вот, личность очень колоритная, а название такое русский народ имеет свою философию. Вот то, что Василий сказал, это действительно почти слова, но немножко каждый народ имеет свою философию, более-менее наукообразную, как говорил Гавриил, да, вот-вот, каждый народ имеет свое собственное и так далее. Вот, это главное. Я о книге хотел сказать, во-первых, Виктор Петрович не все книги был, но у нас такой философский писатель очень плодовитый, у него к ней есть книга и женщины в русской философии, у нее есть книга очень, так сказать, оригинальная Москва-софия и Петербургология, очень интересная, кстати, само название указывает предмет, о чем он там пишет, действительно, кстати, вот Петербургология, Петербург напрасно претендует на первенство по части университета, который был, как известно, не настоящим, хотя и основан был раньше Московский университет в 1724 году, но, по-моему, как известно, захерел, фактически перестал существовать, а второй это университет по праву, Казанский, и воссозданный Петербургский университет это только третий после Казанского, что само по себе характеризует Казанский университет как мощный фортпост российского просвещения, вот, дальше на восток не было, так сказать, где-либо еще просвещения университетов не было, это самый мощный фортпост, поэтому, конечно, не случайно, что там появилась такая книга, Казанский университет был очень мощен, очень мощен, я не говорю о востоковедческой школе, не случайно у него индийская и китайская философия, наше отечественное востоковедение начинается с Казани, с Казанского университета, и Петербург, уже третий университет, так сказать, по счету, переманил из Казани кадры для того, чтобы там свое востоковедение завести, видите, какая тоже история, а теперь о самой книге, о ее жанре, дело в том, что этот жанр почти утерян сейчас, то есть вообще крайне редко, крайне редко, это жанр научной биографии, не просто вот, значит, жизнь замечательных людей, это сколько угодно у нас, жизни замечательных людей, но это же научно-популярный жанр, а вот научная, философская биография, историко-философская, так сказать, такая интеллектуальная биография, появляется крайне редко, и тем более в контексте эпохи, в контексте эпохи, тут напрашивается сравнение с книгоиздательством «Путь» Маргариты Константиновны Морозовой с началом прошлого века, значит, там именно появились первые работы и первые тексты русских философов и о русской философии, вот я напомню книга Эрна о сковороде, замечательная книга, я считаю лучшей из всего написанного Бердяевым о русских мыслителе Алексея Степановича Хомякова, хотя у меня есть и другие книги о других русских мыслителеях, вот в это же время, вот, к сожалению, вот эта традиция почти пресеклась, и Василий вот ее как бы возобновляет эту традицию, опираясь вот на те образцы, которые имеются, это очень важно, я только с одним не соглашусь, что Николай Первый исправил, значит, ошибки Александра Первого, пытался исправить, но дело не в Александре Первом, кстати, этот год в этом году должны были бы отмечать великую дату 200-летие 203-е образование Священного Союза, это же инициатива Александра Первого, Священный Союз, Россия была лидером Европы, и ей это не простили, Россия не виновата, так сказать, в том, что ей это не простили, всегда бывает, как только Россия возвышается, усиливается, сразу и Европа, и весь, так сказать, остальной мир, значит, ополчается, ну, это было, кстати, и с Советским Союзом, вот, которого погубило международное рабочее коммунистическое движение, Россия раздавала щедро себя всему миру, и вот получила за это, так сказать, распад Советского Союза, знаете, вот, и тогда произошло то же самое, примерно, Александр Первый жертвовал миллион рублей жителям пострадавшей деревни Ватерлова, миллион рублей, так сказать, он искренне думал, что вот, так сказать, тем самым благодарная Европа будет Россию чтить, ну, вместо этого, как известно, мы получили Крымскую войну, Крымскую войну, поэтому, это только одна коррекция, только одна, тем более, что Министерство народного просвещения появилось при Александре Первом, в 1882 году было основано, так что сама-то идея была заложена Александром, вот, ну, а то, что он излишне полагался на Европу, это тоже, так сказать, русское качество, вот, такой, чрезмерно разросшийся христианский универсализм, вот, и так далее, поэтому, конечно, личность тоже, ну, великая, вот, в священном союзе, у нас даже не упоминается, так сказать, великая, великая, и именно вот в контексте эпохи, интеллектуальная научная биография, это очень ценно, вот, все, что было сказано Василием, архивные материалы, и так далее, вот, это вот модель того, как надо создавать, ну, к сожалению, и я соглашусь, к сожалению, сейчас ценность философской, особенно историко-философской монографии дебальвируется, почему, потому что ВАГ требует, так сказать, престижные статьи, статьи престижных изданий, и получается парадоксальная вещь, если в гуманиталистике вообще, философии особенно, всегда ценилась монография, то сейчас она, как бы, и не ценится, ты предъяви статьи, цитируем их, так сказать, журналы, понимаете, поэтому это своего рода, так сказать, ну, халтура, это же не сравнишь, вот такой труд огромный, и Василий еще не упомянул, я бы упомянул, что он единственный, кто переиздал саму книжку, в каком году, сейчас не помню уже, но лет 10 уже назад, вообще не имели современные читатели никакого представления, кто такой говорил, что там, что там, что там, что в этой книжке содержится, ну и, конечно, сама-то книжка Гавриила, ну, она, наверное, составляет вот такую часть, она фактически брошюра, она небольшая, ну, сказано уже было, почему и как, она небольшая, и так далее, но это надо упомянуть, то есть это не единоактный, так сказать, сел и написал, он в течение многих лет систематически этим занимался, публиковал, историю русской философии, с комментариями, с примечаниями, кстати, вот, статей, на конференциях неоднократно выступал, вот так создаются книги, и за это, конечно, ему благодарна, сказать спасибо, он правильно сказал, никаких, так сказать, ему пряников за это не полагается, и так далее, вторую степень он за это не получит, но, так сказать, я думаю, признательность благодарных читателей, профессионалов, которые, наконец, поймут, кто такой Гавриил, и вот, как он сказал, наконец-то, смоется национальный позор, так сказать, ну, это, что же, вся наша культура состоит из потерь, по многому, а потом попытки вернуть утраченное, это уже мы знаем, и так далее, вот эта попытка вернуть утраченное оказалась очень такой полезной и плодотворной, так что мы его благодарим. Во-первых, подождите, даже, каким ста посещал, отец говорил, какими ста посещал, скажешь, что это вот он лучше сказать. Вы сказали, так сказать, значит, вам вопрос. Какие места? Он любил светские разные собрания, вот, куда, вроде бы, акимандриту и не пристала ходить, так сказать, не очень прилично, вот. Он был членом общества любителей русской словесности, например. А среди светские, светские мероприятия посещал, в этом смысле. Театр, там, что можно, или вроде наш, ну, да, ну, это не всем нравилось, потому что он был активный, социально активный человек. Ну, более широкий, как он здесь, это провести его роль в связи между светской и, собственно, церковной культурой, которая в это время была... Очень-очень большая связь, потому что, собственно говоря, он олицетворял собою профессиональную философию в двух ипостасиях. В России профессиональная философия была в двух ипостасиях, в духовных академиях и в университетах. А то, что получило известность и то, что до сих пор считается за основной массив, неправильно считается русской философией. Хотя бы количественно считается основной массивой. Это так называемая вольная публицистика, философская публицистика. То, что большую частью было на слуху. А вот академическая или духовно-академическая философия и университетская философия это две главных разновидности профессиональной философии в России. И он соединял себя и то, и другое. Можно сказать, что этот проект соединения оказался не эффективным? Он подвергался к ретике со стороны светской школы и со стороны духовной? Ну почему он не оказался эффективным? эффективность обнаруживается не через одно и не через два поколения, а может быть через столетие. В данном случае почти через 200 лет появилось первое исследование о Гаврииле. Тут действует такой закон. В культуре закон сохранения существует. В культуре ничего не пропадает. рукописи не горят. В случае не рукописи, а книжка, которая... И, в общем-то, на нее ссылались, так или иначе. В общем, она свою роль сыграла. Не обязательно, ведь, понимаете, как, преемственность или то, что называют традицией в истории философии реализуется не таким эмпирически прямым образом. Мыслитель X написал сумму работ и сослал самонамыслителя Y предшественника, вот тогда есть цепочка преемственности. Это не так. Идеи, так сказать, распространяются в ткани культуры. И вот они, конечно, пошли в ткани культуру. Культуры, может, формально на него не так часто ссылались, или, как сейчас говорят, индекс цитируемости, у него был слабый. Но это ничего не о чем не говорили. Они вошли в культуру и, в общем-то, его труд пропал недаром. Пропал недаром. Там у меня есть специальная глава, где показано, как подхвачены потом были его идеи, и пошла инкорпорация включения в историко-философский То есть обязательно прямая ссылка на того или другого, автора, чтобы показать, что это дело сделано. А сколько других примеров? Так сказать, прионит, забытый мыслитель. Вот. А сейчас это один из самых таких известных. Ну и другие. В зарубежье все. Кто мог в советское время изучать философ русского зарубежья? Кто сидел спецхраме? Ну хорошо, я сидел спецхраме, а так сказать, я считал эти вещи. А другие не считали. Поэтому даже если бы я чего-то написал, то это было бы так сказать, глазом бьющего в пустыню. Кстати, вот приведу пример. Я в свое время составил антологию, первая о зарубежье антологии называется о России русской философской культуре, философа русского послеоктябрьского зарубежья. Знаете, какой был тираж? 1990. 150 тысяч экземпляр. Часто таких тиражей не бывает. Вот какая была тяга к тому запретному, что вообще нельзя было нигде найти и прочитать. Так что я думаю, говорил и после этой книги будет оценен должным образом. Но я тут это уже вопрос ко мне. Давайте пусть Александр Александрович поздравили. Я просто еще нужно в комментариях. Спасибо. Я думаю, Алексей Павлович. У нас вообще здесь приоритет в отношении к внешнему миру. Давайте мы спробуем вопросы оттуда, а потом уже из аудитории. Да-да-да, конечно. У нас три вопроса. читай, пожалуйста. По мере поступлений. Артем Соловьев из Луфы. От всей души благодарю за интересную книгу. Прочитал ее с огромным интересом на одном декаме. Вопрос относительно книги следующий. Что с вашей личной точки зрения более всего определило стремление архимандрита Вавриила написать историю русской философии? Официально идейные тенденции Николаевской эпохи, формально педагогическая необходимость или некая личная внутренняя потребность? Вавриила Прежде всего дух эпохи социальный заказ явно сформированный философии. Но в то же время внешний толчок, заказ со стороны Министерства народного просвещения, заказ обусловленный идеологическими потребностями, вызванными, я уже показал, чем. Плюс дух эпохи, понимание в сообществе, в философском сообществе, даже без его привязки к Министерству народного просвещения. Тенденция к саморефлексии и осмыслению своего места в истории философии. Элементарно даже потребность разобраться, сколько у нас философов в России, сколько книг по философии, над чем размышляют, чем думают. Как я уже говорил, потребность в создании национальной философии, русской философии. Поэтому здесь двоякий процесс. Сообщество было готово, хотя не всегда четко могло сформулировать, так сказать, сообщество было готово к разговорам на тему русской философии. Русская философия не просто философия в России, а русская философия как определенной явной модальности модификации всемирной философии. Плюс внешний толчок, социальный заказ, установка со стороны Министерства Народного Просвещения. Вот два фактора. Внешне лично у него на тот момент совершенно не было. Сам по себе он так и не создал бы это. Он оказался достаточно чутким, отзывчивым, вовремя среагировал, в отличие от других. В этом тоже своеобразие и особенность. Много было тех, которые как бы могли это сделать, но почему-то не смогли справиться с этой задачей. А он без внутренней мотивации. Мы должны понимать, еще хочу раз обозначить, Архимандриет говорил типичный продукт духовно-академической среды, для которых философия это служанка богословия. Философия это вторичная, это некий инструмент для тренировки мозгов, для упражнения, для набора каких-то аргументов, для последующих теологических дискуссий. Но это всего лишь вторая промежуточная стадия роста. Первая собственно грамматическая фаза круг наук гуманитарного плана, вторая фаза подготовки любого богослова, в то время это собственно философский курс, средний так называемый курс, средний класс, а третья в общем-то богословия ради этого и учились. И я могу привести большое количество примеров, когда люди были страшно расстроены, что их там пристраивали, скажем, или оставляли читать философский курс. Это понижение просто-напросто. Я готовил себя к богословию. Богословие читать это да, потому что богословие это наука наук, а философия так сказать на втором плане. Поэтому внутренний архимандрит говорил и не испытывал пиетет к философии и не было внутренних побуждений толчков к сугубо философской деятельности. Зачем заниматься чем-то вторичным? богословие да. Ну раз поступил такой социальный заказ, раз есть такая воля начальства, есть ожидания со стороны соотечественников, так так быть сделаю я вам русскую философию так сказать. Следующий вопрос Артур Каримов из Казани. Василий Викторович, спасибо еще раз за книгу, которую прочитал с удовольствием. Ответьте на вопрос. Считается, что русская философия это не академическая философия, не университетская философия, философия памплетов, журналов, великой философской литературы, Достаневский и так далее. Почему в России не сложилась университетская академическая философия в том виде, как она сложилась в ее роде? Ну да, я помню, в период перестройки был такой тренд, движение в сторону того, что русская философия литература центрична, что наши прозаики, великие романисты, журналисты лучше, так сказать, острее ставили проблему, так сказать, решали проблему, чем, собственно, философ, и поэтому русская философия литература центрична, и лучшими выразителями являются, скажем, Толстой и Достоевский. Потом как-то эту тему несколько забыли, охладили к ней, в последнее время замечаю возвращение к этой теме, что вот русская философия литература центрична, журналистикой и так далее, и так далее. Кто-то подает это как некое позитивное качество, кто-то как негативное типа, дальше, так сказать, вы не способны работать в традиционных академических форматах мирового философского сообщества, а только лишь, так сказать, как маргиналы посредством литературы, там, чего-то можете еще как-то обозначить какие-то темы, и так, и так бывает. Но я скажу, что, понимаете, разговор о философии в России всегда должен быть привязан к эпохе, потому что эпоха XIX века или философия советского, ясно, что это разные, так сказать, способы философии, совершенно разные условия философствования. Но вот в тот момент, скажем так, революционный момент, мы четко можем выделить все-таки три сегмента. Это сегмент университетской философии со своими правилами игры, со своими, так сказать, технологиями создания текстов, поведения, продуцирования философского знания, подготовки кадров, какие-то четкие достаточно границы у этого сообщества, некий язык. Вторая среда это собственно духовно-академическая философия, где изначально заложено подчиненное положение философии по отношению к богословию. Изначально. И третья среда, собственно, так сказать, третья сфера, вот эти вольные поиски, интерпретации, полеты мыслей, фантазии, так сказать, внеинституциональной философии. Ясно, что эта модель уже в общем-то не совсем четко работает, переносить эту модель, скажем, на советское время или постсоветское, как уже необходимы определенные корректировки. Поэтому философия проявляла себя в трех форматах, в трех сферах. И там, и там мы находим интересных мыслителей, интересные темы, которые до сих пор мы разбираем, и курс истории русской философии в России на этом и строится, что Чаадаев, как представитель внеинституциональной философии, Голубинский, скажем, говорил, как говорил, с определенными, конечно, оговорками, Голубинский, или Кудрявцев-Платонов, как представитель духовно-академической философии, а, скажем, там, Трубецкой представитель университетской философии. Поэтому, здесь необходимо исходить из того, что многоформатность русской философии была и остается в наше время, в общем-то, таковой. Хотя в наше время, конечно, безусловно, университеты являются центрами, так сказать, философства, непродуцирования философского знания. современная духовно-академическая школа не может похвастаться тем, так сказать, нахождением рядом, как это было, например, в 19 веке. Все-таки в наше время философия центрирована, сконцентрирована в университетах, ну, и соответствующих институциях академического плана. поэтому я, так сказать, за многоформатность, за соревновательность, так сказать, в сфере философии, без локализации, без внешнего, так сказать, принуждения к локализации. Пусть, а дальше, так сказать, выживает сильнейший, в общем-то, история показывает, насколько кто как, серьезно, так сказать, рассуждал. Добрый вечер, Василий Викторович. Я преподаватель истории русской философии Казанского университета. Огромное спасибо вам за этот потрясающий круг. Невероятное сочетание истории, философии, глубочайшего анализа и интереснейших иллюстративных факторов прочла на одном дыхании. Благодаря вашей книге казанские студенты взрослые смогут получить действительно глубокий и, что немаловажно, доступные знания о великой русской малоизвестной филе, как Архимандрит Гавриев, искренне желаю вам неугасимой творческой энергии и силы. Будем стараться. Пока вопросов нет, да, из интернета. Я думаю, Алексей Павлович Козырев у нас. Несколько слов. Вы знаете, недавно я сделал для себя небольшое открытие, такое лингвистическое. Я был в Словакии и узнал, как на словацком языке называется историк философии. Это очень интересно. Летокруг. Летокруг это человек, который исследует срез дерева, срез дуба, который считает кольца, которые начертались на древесину. Древесину. Чем более старое дерево, тем больше на нем колец. Никогда в голову нам, скажем так, русским историкам философии, не приходила такая метафора. И действительно, заслуга Василия в том, что он берет для анализа автора, который работает с материалом, где еще очень мало этих колец. Вы знаете, где нет еще той толщи, того массива материала, который мы обладаем в начале XXI века, подразумевая под историю русской философии, прежде всего, русско-религиозную философию конца XIX, начала XX века. Но мой коллега-князь Дмитрий Михайлович Шиховской, который преподает до сих пор историю русской философии в Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже, замечательный человек и замечательный патриот России, который подписал письмо русского дворянства в поддержку России буквально в прошлом году, дочитывает русскую философию до середины XIX века. То есть там никакого Соловьева и никакого Булгакова и никакого Флоренского просто в курсе истории русской философии нет. И это, кстати, сказать, Сан-Серж, где процветала софиология, где был Булгаков, где был Зиньковский, где был Карташов, где был Флоровский. Вот. Представляете, человек читает историю русской философии и вообще не затрагивает этих имен. у него история русской философии и заканчивается, условно говоря, славянофильство. Потому что надо сказать, что мы в определенном смысле пользуемся, владеем стереотипами, стереотипами сформированными, вот, в том числе и сборником Михаила Саныча, который ныздал о России русской философской культуре. Ну что, 50 тысяч тиражей. Вот. Что тут поделаешь? Сегодня таких тиражей уже нету, и сегодня таких стереотипов уже никто не сформирует. Мы говорим о славянофильстве. Для нас славянофильство это Хомяков, Киреевский, Оксаков, Самарин, да? И никто, никому не приходит в голову, что был адмирал Шишков, например, что было славянофильство начала 19 века, первых годов царствования Гене Александровых прекрасного начала, скажем так. Никому не приходит в голову, что славянофильство это Ян Калар и Штур какой-нибудь, что это Словаки, которые и Чехи, которые в середине 19 века славянскую идею развивали как идею славянской взаимности совершенно вне контекста какой бы то ни было русской философии. Что это самостоятельный, самобытный и абсолютно европейский феномен, феномен европейской культуры 19 века. Что вообще говоря, мы можем говорить о славянофильстве и вне контекста вот этого пантеона ранних славянофилов, к которым мы все время апеллируем, к которым мы обращаемся и на которых мы молимся, как на наше все. Понимаете, история философии может быть написана совершенно по-разному. И вообще говоря, Гавриил, который в 1840 году написал эту книгу, тоже ведь не на голом месте взялся. Мы думаем, что мы сегодня такие философичные, мы сегодня такие философы, мы прочитали Дулезы и Гватарии, что такое философия, мы прочитали Гусарья, и в кругу наших жизненных сует, уделив одну десятую часть времени изучения философии, мы считаем себя философами. Да извините, дворяне 18 века всю жизнь этому посвящали. Такие люди, как Андрей Тимофеевич Болотов, были погружены в философию, жили в философии, читали философские тексты, гораздо больше, чем мы. Гораздо больше, чем мы. Русская культура 18 века вообще была тотально философской. Ведь без этого не оказалось бы таких людей, как родящих, как Карамзин. И появление Гавриила на этом фоне, да, конечно, это отчасти идеологический заказ, но, вообще-то говоря, у нас страна такая, у нас люди без заказа, без, что называется, некого задания плохо работают. Им надо поставить задачу. И тогда они начинают, что называется, впрягаться. Но ведь кроме этого заказа, действительно, была очень интересная культура, культура мысли, культура духовной мысли, культура масонской мысли, в конце концов, которая тоже была духовно, но не совсем, скажем так, церковно. И вот эту культуру Гавриил, что называется, поднимает, он ее канонизирует, он ее вводит, что называется, в статус официальной части культуры, не какого-то там подспудного томления и подпольного изучения, я не знаю, фенелона или каких-то еще источников, а сфера официальной культуры. И это очень интересно, это очень интересно, как формируется вот этот канон. Поэтому то, что Василий вот это сделал и это поднял в этой книге, я считаю, что это очень большое достижение истории русской философии. Меня немножко настораживает заглавие первый историк русской философии. Мне кажется, оно немножко ироничное, его можно взять чуть-чуть в кавычки. Знаете, одно время ко мне приходил монах Иоанн, который хотел поставить памятник первому русскому учителю. Давайте на Лубянке поставим памятник первому русскому учителю, Магницкому, автору первого учебника по математике. Я говорю, извините, все-таки может быть Магницкий не первый, но один из первых. Человек, который систематизировал. Но до Магницкого были учителя, и до Гавриила тоже были философы, и, наверное, были историки философии. В каком-то смысле Карамзин тоже может рассматриваться как историк философии, как историк мысли, мне кажется. Но, вообще говоря, для официальной культуры нужны иногда вот такие слоганы «Первый историк русской философии», «Первый космонавт», «Первый», я не знаю, «Изобретатель радио», «Попов». Потому что в каком-то смысле это представление нашей культуры, нашего сообщества философского вовне. Вот у нас есть первая. у нас есть первенец, и мы можем этим гордиться. Поэтому с точки зрения самопрезентации философского сообщества, мне кажется, название книги удачное. Действительно, мы можем сказать, что вот Гавриил это такое в каком-то смысле наше знание. Сегодня в Казани возрождают духовное образование, возрождают Казанскую духовную академию. Я знаю, что есть такая задача, и, кстати, выпускник Московского университета, филологического факультета, Игумен, отец Ефимий, является сегодня ректором Казанской духовной семинарии, и, вероятно, Казанская духовная академия тоже будет восстановлена. В этом отношении, конечно, для Казани то, что сделал Василий, не случайно сегодня наши удаленные зрители шлют столь восторженные отзывы, это вообще такой вклад в миф, фундаментальный кирпич, в миф казанской идентичности, казанской культуры. То есть эта книга, я не знаю, как флоровский для русской философии, для современного казанского культурного поля. Поэтому я очень рад, что Василий сумел этот труд завершить, представить, что в определенном смысле это повод к тому, чтобы переосмыслить те стереотипы русской философии, которые всегда есть. Вот они были в советской культуре, и синяя лошадь, вот этот пятитопник советский, они были а синяя птица, серая лошадь, синяя птица, вот синяя птица, вот, и они были в эмигрантской культуре. Зиньковский это такой же стереотип, это такой же стереотип, если мы думаем, что вот Зиньковский, лоский, это вот абсолютная как бы картина того, как русская философия развивалась, начиная со сковороды, вот, и живо святых отец наших, Григорий Салевич, сковорода, это не так. А почему со сковороды? А почему со сковороды? Может, с Гаврилова, с Кресенского, а может, еще с кого-то, вот, то есть координаты могут быть заданы по-новому, и это наша задача постоянно эти координаты задавать, постоянно переосмысливать вот те при... В Киеве переменули все сезон сейчас избавляется от всего русского сковорода. А у них национальные почему же сковорода русские, то сковорода украинские, там, по-русски. Писал, писал, да, он вполне укладывается в их украинской, вот, но бог с ними, то, что называется, бог с нами, а сковорода с ними, что называется, да, поэтому, как говорил Саша Черный, оставьте в этом фолианте, мы все погрязнем без труда, не говорите мне о Канте, ведь есть у нас сковорода, здесь можно сказать, не говорите мне о сковороде, ведь есть у нас говорил воскресенский. Большое спасибо особенности за 18 век, по которым вы заступились, и за Болотова, которого здесь довелось, его, надо сказать, любят. Позвольте, я задам вопрос, Василий, касающийся, вот, вы наметили эту тему в исключении своих слов, я бы еще раз не вернулся, зная, что вы много хлопочете о судьбах философского образования в отечестве нашем, какие уроки вы извлекли для себя из этой работы, чтобы вы взяли на вооружение, учитывая, что ситуация архи похожа нынче тогда. Ну, прежде всего, что хотелось бы отметить, некий урок, который мы действительно извлекаем, что без вмешательство государства в университет пока невозможно обойтись. То есть попытка дать, так сказать, полную свободу, я, опять же, не сторонник, так сказать, вмешательства государства, но это всему, так сказать, в свое время необходимо соответствующие условия, соответствующее сообщество. У нас пока было и остается, что государство, университет, университет, это необходимый инструмент подготовки государственных служащих. Кто-то шел по военной линии, кто-то по духовной, а можно было служить государству, быть, так сказать, верным сыном отечества, идя по ниве, так сказать, работая на ниве просвещения. Вот у нас университет по-прежнему остается таким государственной структурой, государственной структурой, и государство рассматривает его как необходимый инструмент подготовки соответствующих кадров. Пока университет не может быть предоставлен самому себе как некая фабрика, которая отвечает на запросы со стороны бизнес-сообщества или политического сообщества по ситуации. Он мощный инструмент идеологический. Поэтому, как бы мы к этому ни относились, эта тенденция сохраняется, и мы должны пока, возможно, какие-то университеты должны быть исключительно в автономной среде, но пока государству необходимо держать руку на университетской жизни. Мы не запускаем слишком глубоко в наш карман или в нашу душу, как это можно выразиться. Нельзя интерпретировать как исключительно плохое и негативное вмешательство государства. Другое дело, что государство не всегда ведет себя корректно, адекватно формулирует цели, задачи, и часто вполне здравые запросы, которые выражаются на идеологическом схоластическом языке, не всегда плохи. Просто часто у нас полезное начинание принимает формат патриотического беснования, создания каких-то конструкций непонятных и прочего. Один из уроков того, что государству необходимо держаться университета. Армия и университет. Как вы перефразирую известное выражение, что все-таки два друга у государства это армия и университет. В общем-то тут, как сказать, соответствующее финансирование влияния. Вначале два раза финансирование власти в 2017 году на 60% уменьшается финансирование высшего образования и на 50% финансирование в государственном области. не буду задавать вопрос, просто несколько слов. я кратко не так пространен, как предшествующие коллеги. Во-первых, откликаясь на то, что говорил Михаил Александрович по поводу необходимости снижения престижа монографий и необходимости публиковаться в рейтинговых журналах, в общем-то с этим у Василия все в порядке и в частности вот как раз он сдал материал по Архимандриту Гавриилу достаточно престижное издание историко-философский ежегодник, который пускай институт философии это было примерно год назад но вот тоже интересно что этот материал так по-прежнему еще в печати находится а монография уже вышла когда он этот материал принес то есть все-таки скорость вот здесь получается что слон вот эта монография она такая внушительная солидная вот оказался растороннее чем достаточно компактное более скоростное существо как периодические издания все-таки более регулярные чем монография и вот я бы хотел обратить хотя пишет Василий уже отнюдь не гусиным пером как его герой и даже не железным и вообще Василий человек уже так сказать эры пост Бутенберг он этого не скрывает что он не поклонник бумажного жанра он не хранит книги у себя дома и в этом смысле надо конечно отдать должное что с его стороны это была некая жест некая жертва которую мы должны приветствовать что он все-таки дает нам возможность читать его на бумаге тем кто еще пока себя не может растождествить с этой галактикой Гутенберг я могу за себя это сказать и в то же время хочу отметить несколько таких нюансов которые не обратили внимания вот этой книги как и вообще всего творчества Василия Стивен задававший вопрос и вопрос постоянно уже звучала это констатация того факта что читается на одном дыхании так оно и есть действительно это читается как какой-то не такой вот скучный вязнущий в зубах навевающий тоску в сон клонящий как мы привыкли ассоциировать текст такой ученый философский а это читается как изящная подлинная литература но и вот к вопросу об уточнении жанра это работает да совершенно верно Михаил Александрович вы правы что это возрождение такого классического жанра научной биографии но не только можно сказать что Василий изобретатель некоего нового совершенно особого жанра ну может быть кто-то где-то когда-то нечто подобное уже делал но мне это неизвестно поэтому я здесь отдаю лавры первенства Василию это сочетание действительно изящной словесности такой литературности в хорошем смысле этого слова и научности причем без ущерба и для того и для другого ни для научности ни для литературности но здесь видимо сыграла роль определенный литературный опыт потому что ну я думаю что Василий меня не обидит если я так сказать приоткрою тайну что он когда-то баловался такими вот морал перо что называется сочинительством вот помню в журнале волшебная гора и не только там какие-то тексты появлялись вот но и это удалось использовать вот эту энергию канализировать и в результате это действительно открытие как можно вот используя какие-то литературные приемы сюжетные ну вот приемы литературного мастерства применить их вот эту методологию интегрировать это с научной методологией и создать вот такой уникальный продукт как вот эта обсуждаемая нами книга в частности и в каком-то смысле Василий даже я бы так сказал высокопарно конгениален своему герою потому что он видимо настолько погрузился в эту эпоху но вот когда мы открываем я скорее Анатолий Чернеев поскольку высокорост но это всего лишь внешне Михаил Александрович это всего лишь внешне а вот Василий освоил колоссальный массив источников чтобы действительно вот этот мир в котором находился Гавриил конечно это не просто далеко не только Гавриил это некая такая энциклопедия что ли русская вот научная культурная интеллектуальная жизни в сфере высшего образования и во всех ее уровнях и бытовом и концепционержательном здесь отражена да вот что касается конгениальности что действительно Василий в каком-то смысле воскресил Гавриила потому что то что нам вот здесь даже вот ну хорошо обратился к архивным материалам это конечно огромная заслуга но архивные материалы в них же еще нужно действительно вот это вот вдохнуть чтобы за этими скупыми строками вот этих метрик я видел примерно я имею представление что это за материалы часть из них как раз Василий принес наш ежегодник это вот программы конспекты программы конспекты лекций по философии по правоведению и так далее это очень скупые такие конспективные таким канцелярским суконным языком составлены какие-то наброски и Вы знаете чтобы из этого такую вот сочную панорамную картину создать нужно обладать действительно таким незаурядным творческим воображением может быть не только ученого но где-то даже и писателя художника таким вот как это называется есть такой термин генеративное воображение если я не путаю и даже вот эта конгениальность вот эта погруженность в эпоху она отразилась в том что здесь мы видим как стилизованное это вот видите оформление когда мы берем например книгу 19 века в руки я когда взял мне сразу как-то елей на сердце я действительно ощущение какого-то дежавю как будто я держу в руках не книгу выпущенную петром петровичем обрыж в 2015 году а какую-то книгу тех времен перед каждой главой роспись с параграфов идет это вот где-то вот эта игра такая конечно это игра культурная но она напоминает скажем флоренскому столб утверждение истинно где он выбирал шрифты виньетки картинки формат плотность бумаги все для своей книги заранее выбирал и здесь мы видим нечто подобное и наконец заключение последней мысли чтобы не отвлекать внимание коллег слишком долго вот какая действительно ведь как бы там не было что сподвигло Гавриил был ли социальный заказ или он сам это родил потому что если это был заказ тогда странно почему вдруг какой-то провинциальной казани архимандрит Гавриил у которого карьера не задалась почему именно ему досталось исполнение этого заказа тут есть как-то определенные нестыковки видимо какое-то было совпадение были уже какие-то ожидания а он интуитивно на них ответил мне это кажется так в любом случае его заслуга именно в том что он это сделал он сформулировал первый вот это понятие русская философия а все что было после него то что к чему мы привыкли что вот есть философия мировая и есть русская как нечто совершенно самобытное ей противопоставленное либо же с ней взаимосвязано в любом случае нечто ряда положено и в этом смысле действительно можно сказать что как отец истории Геродот так и Габриил Воскресенский это отец истории русской философии вот есть там общество памяти Зиньковского историков русской философии памяти Зиньковского почему Зиньковского действительно не Зиньковского а я имею ввиду нет это уже другое общество историков русской философии имени Зиньковского я просто оговорился но гораздо справедливее было бы учредить что-то памяти имени точнее да и памяти тоже Гавриила Воскресенского во всяком случае его память чтить совершенно необходимо может быть надо вот как действительно какие-то чтения организовать приуроченные ежегодные с какой-то периодичностью приуроченные к дню его смерти обычно день памяти и смерти какое-то общество ну в общем нужно эту фигуру поднимать на щит то собственно что Василий уже и делает логически развивает то что из этого может все спасибо я уже решили я уже забыл сказать дело в том что у нас во вторник 26 числа 26 мая то есть вот на будущей неделе будет конференция на философском факультете МГУ посвященной 260-летию Московского университета тема конференции университетской философии в России поэтому если кто-то желает прийти на эту конференцию мы будем целый день у Вас там довольно много докладов целый день будем так сказать слушать это доклад перерыв будет приедут люди из других городов кстати будет интересно поэтому если кто желает посетить эту конференцию вы запишитесь у Василия вот у него я смотрю бумага и ручки есть с тем чтобы мы Вам заказали пропуска если кто пожелает то может такая такая давайте заканчивать у нас еще вопрос я просто скажу что новое издательство в этом году в Москве появилось меня назначили директором называется мир философии и это первая книга которая вышла в нашем издательстве причем открывает серию русской то есть нам очень повезло ну тут кто-то помог свыше я давно работаю редактором фольктизад и потом республики ну республика сейчас обанкротилась то есть там новое руководство в основном коммерческое да не коммерческое здание свое хотят приватизировать да и все а книги не выпускают поэтому мы значит нас уже мало там людей было почти никого уже не осталось бывший генеральный директор политиздата республики поляков и я мы сейчас вот с коллегами организовали небольшое организацию вот по таким названиям нам очень повезло не нужно было ничего делать это впервые в жизни значит когда мне нужно было не редактировать потому что если только начнешь редактировать ты испортишь там это делать тот случай когда было приятно просто работать читать поэтому очень быстро и нам удалось выписать эту книжку и это делает нам большую часть вот то что я хотел сказать а если есть вопрос то я могу ответить до этого мы конечно уважаем автора ну да до этого мы выпускали много книг по философии по сортовой политологии но особенно по русской философии под руководством Михаила Маслина сотрудников философского факультета институт о философии много мы выпустили 30 томов Розанова Василия Васильевича Шапсенгава Мережковского собрание сочнений и можно сказать огромную серию мыслителей 20-го века поэтому вот эта книга это как бы новый этап и кто еще так сказать пожелает обратиться к нам мы с радостью будем сотрудничать вместе работать андреас бюллер представляет у нас германское научное сообщество вы сказали о дифференции между понятиями образования и просвещения и когда я думаю о просвещении я автоматически вспоминаю Канда как он классически охарактеризовал этот термин в чем заключается разница между просвещением и образованием и лежит эта дифференция в 19 столетии или она была интернетирована вами постинтепритация спасибо за вопрос действительно важный момент появляется специально как раз специальная статья после восстания декабриста в северной пчеле инициирована была гречем в общем-то малоизвестный автор писал на эту тему но это опять же было так сказать выполнение некого социального заказа и обозначение так сказать возможных стратегий развития вот в этой статье так сказать в то время появляется что различие следующее что образование если мы делаем ставку на образование просто на образование оно готовит припомнил образованный это квалифицированный специалист ну скажем так опять же упрощая просто ради экономии времени мы тем самым готовим космополитов но не патриотов сегодня он может на тебя работать завтра на другое государство завтра и послезавтра еще на что-то а вот просвещенный это образование плюс патриотизм вот что такое просвещение подготовка кадров которые будут работать на свое отечество используя химию, физику, биологию, философию все что угодно и как раз университетов так сказать перед университетами была задача подготовки просвещенных образованных плюс патриотично так сказать настроенных в то время как просто образованный космополит и образован все декабристы были образованными но так сказать выступили против отечества ясно что у них была своя легенда своя установка свое так сказать мнение о судьбах России ну вот это официальная точка зрения подготовка просвещенных что сделали каждый хочет желает добра своему государству в отечество только так сказать разные цели установки но просвещение более семантично возьмите работу Киреевского по характеру посвящения Европы и его отношения к посвящению России вот так в узком смысле просвещение есть именно философия в этой работе по характеру развития посвящения это именно характери развития философии так что слово вообще-то полисемантичное ну и если в немецком языке ауф-клэринг это немецкий вариант а французский вариант секрет для премьеры он совсем другой я как-то сказал по этому поводу что просвещение ауф-клэринг это способность человека пользоваться своим собственным разумом независимо от того вот именно но это несколько другое да 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 вот у Киреевского как раз философия в социально-культурном контексте и даже в историческом контексте просвещения то есть это просто вот так сказать а вот класс а еще плюс история и плюс социум вот так вот применительно к нашему персонажу и ко времени к эпохе то есть среди где он находился просвещение это подготовка образованных высококвалифицированных кадров но при этом патриотично настроенных поэтому университет и архимандрит говорил выполнял так сказать эту задачу читая лекции с кафедры и печатая те или иные издания прям заключительную буквально ну надеюсь что Казань все еще на связи вот может быть в Казани появится памятник архимандриту Гаврилу я думаю будет весьма удачное место и в Казани может быть будут действительно в общем то какие-то регулярные чтения ну и так сказать пожелания казанцам надеюсь что в общем то по крайней мере мне когда я завершил свою работу я в общем то и все работал хотя очень часто просыпался в три часа ночи потому что приходила какая-то мысль идея надо было зафиксировать в общем то эта работа не доставляла она мне так сказать потратила много сил и усилий времени хотя мог заниматься карьерным ростом и добыванием средства дополнительных к жизни но здесь так сказать ради искусства работал поэтому так сказать из любви к искусству поэтому доставляло удовольствие когда я завершил эту работу поставил последнюю точку в общем то испытал чувство облегчения и опять же все таки радости и хотелось бы конечно отметить и все наше в общем то сообщество которое прямо или косвенно мне так сказать помогало поддерживало в общем то в моем начинании ну и хотелось бы поскольку здесь звучали неоднократно слова так сказать обозгла подчеркивался так сказать приятность чтения оформленность текста хотелось бы конечно выразить отдельно благодарность Елене Степановне Гривцовой коллеге нашему тоже исследователю русской философии которая помогала мне в работе над текстом задавала вопросы там где что-то было неясно требовало ясности поэтому вот эта ясность слога так сказать красивостью изложения отчасти обязаны Елене Степановне поэтому в полном смысле такой коллективный труд нашего небольшого узкого академического сообщества с хорошими так сказать традициями с текста центрированностью который считает в общем то что любое нормальное исследование должно завершаться хорошей монографией и в общем то высокими требованиями текста поэтому в этом коллективный проект и надеюсь что все таки моя работа важно еще спровоцировать появление других работ которые действительно будут развивать эту тему надеюсь мне это все удалось один экземплярчик я сейчас подпишу и оставлю конечно на вечную память позвольте на память полученную библиотеку дорогой изюфля я хотел напомнить с чего я начинал свое коротенькое уступительное слово где я напоминал об одной особенности нашего исследователя который постоянно обращался к русскому слову в экскурсах в этой книжице которая посвящена была истории философии в словом как на русской заметьте что мы и закончили обращение к слову да оценили у автора этой книги как раз любовь к слову любовь к русскому слову я бы может быть и предложил что нечто вроде такого итога нашего сегодняшнего рассмотрения в виде такого предложения и приветствия а может быть и призыва господа историки русской философии давайте писать по-русски как на суфе и сегодняшний герой спасибо а а кто хочет приобрести книжку может приобрести ее до 400 людей и а а а а а а а а а